В отдаленное северное село Усть-Каринга Нерчинской епархии отправилась очередная православная экспедиция во главе со священником Романом Пичуевым. В составе группы 8 миссионеров. Они везут гуманитарный груз, книги и все необходимое для совершения богослужения. В феврале и март – время, когда скованные льдом реки для отдаленных поселений, отрезанных от цивилизации, превращаются в дороги. Именно так, по зимнику, вот уже пятый год приезжают в село Усть-Каринга православные миссионеры. В этом году миссионерскую группу возглавил молодой священник Нерчинской епархии Роман Пичуев. Отец Роман впервые посетит Карингу. Это первая для меня серьезная поездка, сложный, труднопроходимый путь. Священник, конечно, бывает там редко, и мы сейчас едем, чтобы совершить божественную литургию, совершить службу, совершить те необходимые таинства, исповеди, причащения прихожан, коренинцев. Мы везем книги, в первую очередь, которые собрали с Читы продукты, помощь материальную. Дорога до Каринги дальняя и опасная, но мальчишки про Таирея Александра Телькевича уже не раз бывали с отцом в подобных поездках, поэтому отлично знают, что должно быть в рюкзаке каждого таежника, особенно зимой. Они, несмотря на юный возраст, в походных условиях незаменимые помощники. На всем протяжении пути совершенно нет связи, поэтому в команде почти у каждого человека своя рация. Кроме ребят в составе группы «Миссионеры из Москвы» и «Новосибирска». Сергей в совершенстве владеет приемами русского боевого искусства. Сегодня в Новосибирске руководит ансамблем традиционной казачьей культуры и собирает песни корневого фольклора. Меня батюшка позвал, чтобы мы поработали с детьми, поработали, пообщались и коллективом сильным смогли что-то сделать. Но потом, я надеюсь, что может быть что-то кого-то увидим, интересных людей, позаписываем их, посмотрим. Может, какой-то даже где-то песни какие-то может удастся. Чаще всего бывает, что ты находишь то, что ты искал, не там, где ты думал. Перед дальней дорогой, как обычно, совершили молебен. Каждый раз, отправляясь в опасный путь, миссионеры и сами молятся, и просят сугубых молитв о покровительстве Божьем и об успехе миссии. Они не только верят, но на опыте убедились, что молитва – это ощутимая помощь, особенно в экстремальных ситуациях. По традиции остановились в уникальном, красивейшем месте Забайкальского севера – на Сопке Любви. Они поклонились кресту, совершили молебен, а потом пытались втиснуть потрясающую грандиозную панораму, которая открывается со скалы в свои крошечные фотоаппараты. Конечно, это не удавалось, зато были сняты совершенно неожиданные, удивительные кадры. И вновь дорога – 130 километров до Тунгакочина и еще 200 по замерзшей реке. Миссионеры планируют пробыть в Усть-Каринге чуть больше недели. Жители с нетерпением всегда ждут священника, потому что это единственная возможность исповедаться и причаститься святых христовых тайн и принять участие в божественной литургии. В дни Великого Поста это особая радость. Кроме того, нужны еще кое-какие столярные работы, чтобы подготовить храм к освящению. Шилкинская православная студия «Надежда». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!